Привет! Сегодня я расскажу вам, сколько можно зарабатывать на играх. Причем я не буду брать игры, те, которые портируются на компьютеры, на приставки. Там совсем идут другие цифры, совсем все по-другому. И я, если честно, не особо даже знаю, как, например, на приставках, как много на приставках игры зарабатывают. Ведь я никогда не портировал свою игру на приставку. Я портировал свои игры на мобильные устройства, такие как iOS и Android. Поэтому там я уже имею хороший опыт, и этим опытом я готов с вами поделиться. И давайте сразу приступим и расскажу вам о том, как вообще можно зарабатывать на играх. Существует несколько способов. Первый способ – это заработок благодаря тому, что ваша игра платная. Вы выставляете свою игру в Google Play или в App Store и делаете игру платной. Например, игра стоит 2 доллара. Я думаю, всем понятно, как тут зарабатываются деньги. Вашу игру покупают, вам приходят деньги. Причем там тоже свои фишки есть. По-моему, App Store берет... Я, честно, не помню. По-моему, что-то 50... Нет, 30% берет... 30% ваших доходов он берет себе. Вот, Google Play, по-моему, такие же цифры выдает. То есть, 30% всех доходов с продаж – это деньги Google. Ну, это деньги Google, в общем-то. Вот. То есть, первый способ, очень простой, о нем даже нечего рассказывать – это именно платные игры. Я даже могу зайти на Google Play. И здесь, действительно, этих игр очень много. Но этот способ является сейчас... Ну, как вот для инди-разработчиков, то есть, для тех разработчиков, которые разрабатывают как бы для себя, как будто это хобби и прочее. Это очень сложный способ заработка. Потому что, действительно, очень сложно раскрутить такую игру, платную игру. Намного проще раскрутить бесплатную игру, а в ней уже встраивать рекламу, покупки и прочее. Вот об этом именно я и вам сейчас расскажу. То есть, вот именно о том, как зарабатывать в играх, в бесплатных играх. И плюс приведу какие-то... В общем-то, эти все цены будут такие... Не цены, а доходы. Они будут приблизительными, но они будут достаточно точными. И как же можно зарабатывать на бесплатных играх? На бесплатных играх можно зарабатывать несколькими способами. Первый способ – это внутренние игровые покупки. То есть, например, такая игра, как... Сейчас я вам ее даже покажу. Clash of Clans. Я думаю, многие из вас ее знают. Она идеально зарабатывает... Она даже там была. Она идеально зарабатывает на вот этих внутренних покупках. Потому что здесь можно покупать, по-моему, какие-то алмазы, какие-то монетки. Я вообще не особо знаю... Не особо играл в эту игру, поэтому не знаю, что там можно покупать. Но точно знаю, что в этой игре очень хорошо эта система устроена. Когда ты покупаешь какие-то монетки и платишь за них реальные деньги. И вот этот Supercell, они очень много на этом зарабатывают. То есть, это первый способ. Мы еще к нему вернемся. Просто сейчас называю все способы. Второй способ – это обычная реклама. Например, реклама здесь можно уже как-то хитрить. То есть, просто какой-то баннер вставить, например, в вашу игру. Например, возьмем опять-таки этот пример этой игры. И, например, у вас вот здесь был бы вверху огромный какой-то баннер. Для этой игры это бы смотрелось ужасно. Вы бы закрывали половину игры, и это было бы совсем не то. То есть, здесь лучше было бы использовать другой, например, баннер, который там, например, вы проиграли. И у вас на весь экран высвечивается большой баннер, который вы можете закрыть. И больше он вам не надоедает. Только после того, как вы опять там несколько раз проиграете, он опять появится. То есть, это одно и то же самое, в общем-то, но просто разные способы как бы показать эту рекламу. И еще также к этой же рекламе можно причислить такую штуку, как Unity Ads, либо вообще рекламу за вознаграждение. То есть, вы смотрите рекламу, а в итоге вы получаете какое-то вознаграждение. Например, там монетки в игре. И вот Unity Ads, почему я вспомнил о нем, и почему вообще я на Asset Stores от Unity нахожусь, потому что здесь вот есть у них отличная вот эта вот картинка, которая объясняет, как можно много заработать на Unity Ads. Например, Crossy Road, известная игра, я думаю, вы в нее играли, она заработала более 1 миллиона долларов только на одной платформе iOS в течение 45 дней с использованием вот этих Unity Ads. То есть, они предлагали пользователю посмотреть рекламу, именно видео большое, ну, как большое, там 30 или 20 секунд, например, идет видео, он смотрит это видео, и в итоге после просмотра ему даются монетки. Вот. И это, в общем-то, ну, вроде кажется, что там за реклама, и кто там ее будет смотреть, но вот они заработали на этом 1 миллион долларов за 45 дней всего лишь-то. Вот. То есть, это вот, можно сказать, последний способ. Реально еще есть еще другие способы, но все их можно причислить к вот этой вот рекламе, просто вы как бы по-разному ее будете встраивать в вашу игру. То есть, все это одно и то же самое. Это либо видео реклама, либо это межстраничка, что я говорил, когда, например, вы проиграли, и появляется какой-то баннер, либо это просто баннер, который постоянно висит у вас вот здесь, и вы его никак не можете убрать. Ну, и еще один, конечно же, способ, это опять-таки внутренние игровые покупки. Вот. То есть, все эти способы. Теперь по поводу того, сколько можно на этом всем зарабатывать. Тут очень-очень сложно сказать о том, сколько реально вы можете заработать. То есть, в вашу игру могут скачать 10 тысяч людей, например, а вы заработаете при этом 20 долларов, например. Реально такое может быть. Потому что, ну, например, никто не хочет покупать ваши внутренние игровые вот эти вот вещи. Вот. Либо никто не хочет просматривать рекламу. То есть, тут все зависит от того, насколько интересно вы это продумаете, насколько интересно вы скажете пользователю о том, что вот он должен посмотреть рекламу, и за это, например, он получит что-то. Либо, если он купит эти монетки, то вот он получит это в игре, и это будет просто шикарно. Ему необходимо купить эти монетки за реальные деньги. Вот. То есть, чем лучше вы это будете доносить до пользователя, тем больше денег вы будете зарабатывать. Вот. И сказать о цифрах, ну, реально очень сложно. Очень сложно. То есть, например, вот моя игра, она, я выпустил игру Jump to Step, кстати, ссылка в описании будет на нее, если хотите, можете посмотреть. В общем-то. Она, ее скачали в App Store, ее скачали, по-моему, 500 людей. Ну, может, уже сейчас больше. Я давно не проверял уже там статистику, когда ее забросил, вот, эту игру. И 500 вот скачиваний принесло мне от, с Unity Ads мне пришло около 10 долларов, что, в общем-то, неплохо, правда? 500 скачиваний и 10 долларов. А внутренние игровые покупки вообще мне ничего не принесли, и баннеров у меня в игре не было. То есть, вся игра мне принесла всего лишь 10 долларов на данный момент. И вроде бы это неплохо, правда? 500 скачиваний и 10 долларов. То есть, и так считать, например, 5000 это уже 100 долларов, и 50000 скачиваний это уже 1000 долларов. Да, но, действительно, цены абсолютно могут отличаться. То есть, например, скачали 10 тысяч людей, и вы заработали всего лишь там 20 долларов, а скачали следующие 10 тысяч людей, и вы уже заработали 300 долларов. То есть, тут все зависит от людей, то, как им понравится ваша игра. Поэтому, опять-таки, говорить о том, сколько вы можете заработать, очень сложно. Хотя я говорил, что я здесь назову реальные цифры, но, действительно, практически невозможно называть реальные цифры. Единственное, что... Ну, как вы можете это прочувствовать, сколько вы будете зарабатывать с игры, это если вы выпустите сами свою игру. Выпустить игру можно... Ну, действительно, сейчас это просто уже делается. Если вы имеете хоть элементарные какие-то знания в Unity, в языке C Sharp, например. Ну, к примеру, я не говорю, что именно Unity только может выпускать игры. Просто, к примеру, говорю. Вот, то вы уже можете выпускать игры. Это достаточно просто. И даже уроки у меня есть на канале. Если хотите, можете посмотреть их. Вот. Ну, я не знаю, что еще добавить. Честно, возможно, вы ожидали немного большего, конечно, от этого видео, что я прям назову реальные цифры. Но вот в играх практически невозможно назвать реальные цифры. То есть, я даже не представляю, как можно более точно еще описать доходы с игр. В общем-то, лучше пробуйте, зарабатывайте. Я уверен, у вас все получится. А на этом все. Спасибо за внимание. Кстати, если хотите, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. А также вступайте в мою партнерскую систему на YouTube. Будем зарабатывать вместе. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Пока.